Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Скифию в Сидмер Стивилизейшн 6 Газарин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено. Приятного вам продолжения просмотра. Это межпланетный полет, прогнозирующий систему, которого... Так что, она там что-то с хинтарем связана. И все уже открыто. Так, пока минус 7 и 8, а вот так если сделаем... Наверное, следующим ходом будет видно. Ну, если будет отваливаться, я его буду заново забирать. Здесь мало производства строить космопорт. В пузырыки все поломано. Монумент. Кампусы. Монумент. Кампусы. Так. Может, ракетстроение срывать Риму тогда? Где у него? Я, наверное, еще хрен увижу. Отмена. Так, мне надо увидеть его города. Для этого в Медиалане... Ливанцы... Вот это кумы. Так. Тоже кумы, блин. Надо посадить в какой-то район, чтобы увидеть... Вот Анцей. Я пока... Не могу ракетстроить. Давайте шедевры хотя бы тырить, что ли. Затук. Угур. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 сидеть чего-то ждать когда он улетит действительно все так понимаю не на рим никто не собирается нападать не на раба никто не собирается выпадали с рима у меня точно такая же история как у тебя как я не могу на тебя напасть так и на него с арабом мы пока друг друга не можем остальные грузин так и будешь в союзе с римом да я еще удивляюсь если честно как грузин до сих пор но он у меня под бочком нам хорошо я не думаю что араб достоин гуманитарной помощи ну так как было все хорошо все у него хорошо себя чувствую я в целом просто не думаю что мы будем делать эти проекты но проголосовать за что-то на минус военный кризис тем временем уже у финикийца 14 очков из 20 ну 6 очков он не сможет набрать в этом конгрессе до до того момента как так и в следующем не сможет в чем внутри сейчас три потом рим раньше улице 3 он сейчас не себе 3 он сейчас сейчас получит разве голоса за то что он примет то что это же кризисную ситуацию моему они голоса сейчас голоса не было получать а это кризисы же надо да да не вот и зачем сейчас это науках тысяча научена дает ничего уже промка решит да я даже я даже с 50 стами науками все уже открыл но вот видите а внешне все у тебя 750 че там не открыл у меня вот такое противоречивое чувство то есть с одной стороны вроде как по по логике игры я должен на рим нападать с другой стороны ну а какого хера я должен тому же финикийцу помогать чтобы он не проиграл вот из себя крок об этом ты и спрашивал что-то какие у меня варианты смысл мне тебе сопротивляться чтобы ты не выиграл вы его туда другой я забираю его не выиграл му забирая и рим я не выигрывал а то что вы не дали его забрать позволил ему выиграть то есть ты конкретно люкс не дал о принят ядерный кризис против рима я и голландия это интересно но они автоматически в войне а вы сразу со мной войны если за то время честно единственное мне никогда него не добраться так подожди мужа войне да ну да а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, нет, не знаю А, голландец Голландец Но мне, чтобы до Рима добраться Понятно Иначе я никогда Риму не дойду Че, голландец на Лешу на то, что? Че? Нет, мы напали на Риму У нас же этот Кризисный союз У них союз, да Да Кстати, Алексей, может военный союз тогда? Да, давай Так, вообще не надо пока Я там 6 вход Ложеный не кинул Блин, я вообще не вижу Но я грузину, наверное, не смогу войну объявить Если четко Да у грузина падают города Да, да У него еще мечники до сих пор не бродят Не знаю Я, конечно, тут заберу Рим, мне кажется Но это уже чисто сейчас игра Не на мою победу А на победу скорее либо Араба Либо... Скорее Араба Какое же мучение? Если Финикеец там... То есть Финикеец помог Риму зачем-то Но самому что-то делать Да, при том, что у меня не был космопорт построен Я просто вот иногда Логику действий игроков В фуфа, мягко говоря Не понимаю Вот так Так и есть Если Финикея... Вот Финикея же надо было Риму помочь Нет, своими делами заниматься Вот рядом с ним там типа Рас улетает Не, не будем помогать М согласен Есть М earthquake Пday Маша М yak 단 М Jose Мужчade Мужч вами Порни Продолжение следует... 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 Ну, надеюсь, не собьет. Не сбил. Не захватывается. Стреляем. А, снизилась опять сила из-за отсутствия урана. Так. Расходуется 15 уже входов. Да, не помогла бы моя эта самая. Зенитка. Ну, ты был близок к победе. Опять же, скажем спасибо Люкшу. Стреляла она, стреляла. Но штуку это не сбила. Получается, ни разу же у нас в итоге не сбила. А, нет, один раз, да, сбила за все время? Без всех попыток. Или вообще ни разу? Блин, я не помню. Ну, или нули, или один. Короче, шанс сбить тебя какой-то около нуля. Потому что сейчас, ну, тебе, наверное, тоже показывали анимацию, как ты не пострелялась. Да, да. Ух, ты, конечно, этих роботов настроил жесть. Они, во-первых, громки стоят нереально. А во-вторых, это самое. Что во-вторых? Во-вторых, обкид у них очень огромное вот что. Да, и бегают они. Черт, говорят, на сколько. Очень-очень жестко. Я ведь правильно понимаю, что даже если я улечу, мне это не нужно, да, потому что меня потом обгонят. Ну, потому что меня просто убьют. Как только я теряю столицу, так все не достаточно. Нет, там даже проще. Как только ты теряешь космопорт, у тебя просто будет плюс ноль к улету, и все. Ты уже не победишь. Ну, бесполезны уже эти юниты, только деньги жрут. Алексей сделал. То есть, даже если я уже улетел, но мне потом сломали космопорт, то... Да. А-а-а, так это халява, наверное. Для кого халява? Что-то внезапно вся эта правительство выключила. Поняли с ними причины. Это ядерки, когда кидают, там надо заново ставить. Тоже какой-то странный глюк. Я считаю, что это глюк. Тут еще глюк с карточками есть, можно менять каждый ход вообще, эти карточки. Не платя деньги? Да. Ну, это тоже... Ты просто в цивике щелкаешь на уже изученную. Он сбрасывается, и на следующий ход ты можешь поменять. При этом культура копится и никуда не девается. А как ты можешь на уже изученный цивик щелкнуть? Ты щелкаешь, что у тебя сбрасывается нынешнее изучение. Попробуй, щелкнешь. Ну, сейчас уже не могу. В спину можно, нет? Что в спину? Грузин спрашивает ему уйти, можно? Можно, я думаю. Эх, ты карточки вынагисть, да что ж такое-то? Не, ну, это химия какая-то. Каргата составляет что-то. Я просто смотрел видео, чувак, реально каждый ход меняет эти карточки, задрачивается. Очень молодец. Ну, это же... В общем-то, финихеец уже все, запустил это все дело. Ну, поздравляю тебя, что ты от нас хочешь. Я сделал все, чтобы Рим не победил. Что сделал ты? Я турка захватил. Молодец. Рейтен Севен, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует... 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 Я бы раньше запустился... Ты же видишь... Ты же видишь карту сейчас, наверное, все правильно? Вот смотри, я бомбардирал ему Равену, Ореции и Брундизий. И все. И Медиалан я еще... А, Медиалан еще достал. Все. Все остальные самые главные его города. Там Рим, Осте, Кумы. Кто тут? Арпин. Я даже не дотянулся. Я там вообще ничего не сделал. А у него как раз космопорты там были. И все производство там. А у него как раз космопорты там. Что? Куда полетела? Что-то я не понял. Ты в Лукдунум закинул ядерку? Паш, ты опять вылетел. Сейчас я не писать. А кто ядерку? Так, Рим. Блин, я наверно мог Рим сейчас захватить. Эх. Люкс преодолевает 4 световых. Ну, у тебя единственный шанс, мне кажется, чуленью это только ядеркики. А, ты в союзе, вы с ним. Ты молодец. Да, ну тогда... Тогда без шансов. Да, Люкс, конечно, молодец здесь. То есть он прочувствовал, что надо дать уран Риму, ну, а я ему ничего не могу сделать. То есть здесь соседи... Хорошо, голландец, а ты чё на финиклю и решил не нападать. Но мы с ним союзились, и у нас только сейчас союз кончился. Когда он уже улетает. А, ты уже ему войну объявил? Нет ещё. Но у меня всё на Рим переброшено. Да я Рим уже всё. Рим уже никуда не... А у финики, ты бы видел, чё у него тут творится. Так, я, в принципе, вижу. Сидон. Я ж вижу всё то же, что и ты. А, ну... А, ну да. Сколько у него ЗРК стоит. Рим падёт, я думаю, всё-таки. Это дело рук Карфагена. Нет, Карфаген всё делал, чтобы Рим жил. Что, конечно, исторически неверно. Использовать Рим, чтобы финики я смогла выиграть. Да, да. Блин, куда он делся в самый конец, а? Вот опять у нас дискорда вылетит. Я думал, что сейчас опять на дискотеку пошёл. В ту сторону отправляю, потому что у меня тут загрязнённая территория. Приходится в сторону Китая. Да, там три, наверное, хватит. О, Рим вернулся. И... Вернулся. Чё с тобой происходит? Мы суждаем... Мы используем Рим, чтобы финики я смогла покинуть эту планету. Карфаген не будет сожжён. Перловка будет стоять. Да? У финики... У финики два космопорта. Ну вот. Уничтожить их ядерками и... Отлёт прекратится. Прекратились бы рассинхроны, это гораздо было бы лучше. Пять, шесть, семь, семь... Девять ЗРК стоит! Ну, покидаешь ядерки, не факт. Вот мы сейчас с Римом воевали, по-моему, ЗРК ни одну ядерку не сбило. Ни моя, ни его. Ну вот в Перловке вроде, там нету, кстати, у него... Верхней Перловке нет у него штуки, ЗРК. Но Перловка далеко... Жалко, что эти... Эти роботы не апгрейдятся. То есть их полечить невозможно аппом. Какая-то радость, потому что они... Какая-то жесть на самом деле. Ну, с другой стороны, они аппы, именно как прокачки, они получают через открытие технологии. А-а-а... Пиздецкий-то хрен, почему же это так работает? Просто физически я не понимаю. Что именно? А-а-а... Почему на одной моей лодке... А-а-а... Всё. А прозакт. ну что рим взят всех поздравляю чё куда полетела но не полетела сбили но да ну надо несколько ушел по одну только сделали но у меня только одна была все остальное ты уран просил зариан что мы все в итоге сыграли тут должен быть злорадный снег так сколько мы там лететь 6 световых то есть он уже 5 пролетел шесть вход ну три хода я думаю до победы если ничего не сделаете то улетает он это финики но опять же если вы не заметили ту и араб тоже закончил четвертую тоже летит но у араба осуществить так и этот так и рим закончил слушай ты говоришь финикейц рим бы не улетел себя на него не напал да ты бы раньше него я его территорию не вижу ты посмотри рим уже тоже промышленности там я думаю у меня промышленности больше я вижу что он закончил да так рим закончил находясь постоянно в войне так какая разница он он потратил кучу промышленности и ресурсов алексей остановись на секунду у меня город который занимается именно космопортом нам стопом его занимается там как бы не наш на него война никак не влияла ну нападает или не нападай я вот четко этим ходом сейчас запустил ракеты вот правильно ускорить же тебе надо другие города нужны были бы у меня нет есть почему раз-два я два вижу сейчас еще поищу три к те три ванцы это меня трех ванцы его строит резервный только штаб начал 18 ходов горят еще строить ну то есть ты хочешь рассказать что ты бы не победил но в целом похоже надо ладно уговорил он бы не победил это к вопросу зачем я по-то культивировал ваш конфликт вот именно за этим да нет я если если бы я не нападал на рим второй раз он вылетал спокойно никак не задержал моего лет лёш у меня город 190 промки был когда я запускал все 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 проекции как я не задержал твой улет если я захватил город с космопортом уже я в нем ничего не делал в том городе с космопортом ничего ну это будет вы ускорила твой улет уже проекта один за одним по линии 1 потом 2 потом 3 ускорялок он только сейчас дошел до до ускорял который можно в разных то есть он там караваны не использовал в других городах а все вот там где в космопорту они были да то есть все вот прям все ускорял нет и караваны в седоне у меня вот там все в седоне то есть он просто вот война ему никак не мешало строить ракеты здесь не хорошего продукции ничего он не делал так предлагаю запретить вырубку леса или трек что там есть или джунглей он за что там есть рядом чтобы лететь я помню вижу все вырублено да можно ничего короче там пофигу да да я думаю можно shift enter прожжимать я думаю можно не знаю дать мне очков дипломатических побед все равно у меня не будет никакой ну так чего вы там голосуете за что я запретил вырубку тропических лесов не угадал лишь она запретила ну ладно а здание строительство типа какого-то или скидку потом атомную электростанцию я тоже за атомную да но очки за себя очки надо было за меня там умер рабочий счет подвисла как будто конец игры кто-то улетел раньше меня а нет отвисла показалось подвисла потому что дипломатию я даже да люкс дипломатии победил да нет 19 19 20 почти победил почти смог но дипломатия через три хода выиграю класс почему потому что у меня изучится через три хода борьба с глобальным потеплением шансов хорошо сыграно хорошо сыграно да но раньше когда соседи не мешают сиди делай что хочешь мне вот человек вообще с другого я типа зря слушал типа вот эти все договоры я могу гораздо раньше начать улетать типа науки было больше начал сидел нет члене если ты договорился вот так сделать так тебе надо нападать тогда и воевать конкретно зачем вот эти союзы со всеми вокруг ты со мной завоевал союз турком я воевал с турком зачем с турком если турок ну не писать никакого к нему через то же самое что я ну как через турок где вот сверху где-то то он через горы вполне нормально нападать с оружие как я бы воевал с грузией например по моему какие-то ядерки куда-то летят а почему я не мог захватить она надо отступить полечиться это безумие конечно во что мы превратили рим лёша рим должен быть разрушен у меня еще есть термоядерка оказывается куда тебе ее запупырить может может собьют в этот раз что у тебя кумы еще живы да вот я слушай я отпускаю прямо вот в этот зрк который рядом с кумами стоит если он сейчас а блин там мой там мой этот стоит я подожди у меня вокруг 5 а вот самолет короче я пускаю в гору который рядом с кумами видишь вот там где у тебя зеркасты под кумой да давай смотрю если сейчас никто не собьет это будет конечно эпик да ну нахуй да по-моему эти штуки просто не работают вот как сложившийся факт все умерли ну что это такое жили они долго и счастливы умерли в один день радиоактивном пепле сбил сбил мне этот постройку на земной лазерной станции один ход основался тут уже вижу вас там финики в отлёте я на самом деле думаю что игра закончена и зачем мотать ходы сейчас непонятно надо я предлагаю шифт энтер да 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 у вас какая-то интриги еще потому что я только вопрос у меня вопрос к чили не утечки там шансы или мы шифт энтер и мало шанс ну я пытаюсь в трех городах клепа эти что-то не так давайте что через три хода а так по идее 80 и так подожди 1511 17 через ход значит нет или вообще следующим ходом но на следующий ходом наверно а я тоже только ускорение во всех городах сделал грузин жалко ушел грузин тоже как бы крему мог что-то поделать что-то еще раз ну другой стороны хотя на единственный союзник может может ему и не стоило я думал мы с обучение заключим этот договор и как пойдем во все стороны всех захватывать я в первую очередь надеялся что именно на финикию нападешь как на лидера тут без вариантов понимаешь если ты напал на финикию соответственно огромный бы он бы не помогал тогда риму ну я что союз заключился сейчас бы хотя бы там пограбил чем так я shift enter нажал давайте давайте заканчивайте я старую но даже то происходит впервые чили нее по факту даже если бы лишь напал то нового 2 раньше улетела однозначно гораздо больше промки всего остального вот так что даже в идеальных раскладах если у меня ничего не подсумная вывода не было бы это да люкс молодец конечно что дал тебе уран это это во многом но хотя с другой стороны я не знаю кто бы я бы тебя забрал и я бы все равно его никак мешать ему бы не мог понимаешь а я не планировал особо в науку идти я планировал там дальше нападаешь ты думаешь что не мог бы его мешать а его и я вертим не закидал бы слишком далеко далеко между вами нидерланды я бы на грузию напал и скорее бы вы может быть она на нидерланды бы нападал а если чили не так и не напал на финикию получается и с учетом того что у меня не было ядерок пока я вам не построил город ну да да получается оранье забыть с обоих с обоих сторон соседей которые не готовы с ним воевать и куда речу куда именно так и по территории по территории видно что на самом деле дипломатия не никого дипломать давайте графики смотреть так вот этих уберем графики а чё там интересное есть чили не кстати верой тоже могу попытаться что-то сделать городов да я что-то осторожно очень грамм сейчас будут получены у меня очень забавный конечно график первая ядерная война и вторая ядерная война такие спады финикийцу во первых легко дали инка забрать вообще никто не мешал особо культура кстати рим постоянно и культура у меня так же не сухнула наука ну туда нельзя то мирно все один союз заключать концерта объявлено воин получено великих людей так это раскрывая карты под конец все-таки что-то я не осознал за счет чего такая тогда прорва пробки в городах за счет холмов именно нет у него во первых наверное там еще и верфи были в городах вот эти у меня верфи с максимально возможным бонусом за соседство ну который можно получить без дамбы эти самые центры в общем смотри город из которого город из которого я улетал сидон значит там стоит на плюс шесть как его угольная электростанция промзона с угольной электростанции на 6 там стоит военный лагерь с военной академией там есть алюминий и лесопилка и рудник по 6 производства дальше что там еще есть досу а еще одна лесопилка на 5 производства собственно все из города бегает 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 караванов из города бегает на производство где-то по плюс 5 плюс 6 в один момент нам было плюс 2 плюс 7 плюс 8 в городе сидит магнус 3 прокачка чтоб меня бафали все фабрики вокруг у меня сейчас стоит на момент улета 176 на момент когда я запускал экспедицию было 190 потому что я поставил карточку на шпионов минус довольство у меня в городе довольство с 4 упала до 2 когда там было 4 довольство там было 190 промки на самом деле было достаточно действительно не союзится с ним потому что по моему мнению основное производство двое дают именно караваны то есть он ставит карточку но и внутренние лишь нет у меня внутренние права у меня не продал что мне объявят войну у меня все караваны на ну то есть уже глобализация там вся эта фигня у меня сам производственном 155 сейчас каждого где космопорте было по 102 слушайте интересно в графике потери на юнитов вот мы с вами оставшиеся максимум потерял я 8 юнитов за всю игру 7 юнитов потерял рим 6 юнитов потерял финики за всю игру ну вот мы оставшиеся ну то есть в этом как бы смысл воин в циве как меньше теряешь юнитов по почеку так 21 юнит потерял то есть я смотрю финики я напал и за три хода ему всю армию 21 юнит вынес нет не три хода я конечно не воевал но просто я напал бомбардировщиками алюминиевыми на города с мощью 50 и у нас защищаться защищаться броненосцами полевыми пушками стрельцами пикинерами да и все я как бы зашел с моря вот если там карту смотреть территорию я поставил город ликсус потому что там три алюминия один из которых ограничил с соусой соусу я разбомбил самолетом тут же забрал кораблем и у меня появился проплыл пусто кулька вам он и киту кара я первым делом разбомбил пуска забрал его купил там за веру этих покупал за веру кирасиров бомбарды покупал делал из них корпуса и самолетами прошел по матчу по антовалье в это время достроилась еще два бомбардировщика я с другой стороны с юстики я пойду всем спасибо еще раз спасибо за игру давайте в итоге да в итоге карта конечно один раз можно сыграть ну игра в любом случае получилось ничего такое забавно конечно тупо очень много ходов просто не улетал у меня были готовы космопорты я тупо сидел вот ничего не делать типа потому что мы договорились с тобой да 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 не так ну если ну как бы логичность ты не улетаешь что делать другое захватывать просто турка это этого мало то есть ну а турок а что он разве куда-то лидировал и там что-то супер-пупер захватывать того кто пытается улететь единственный мой сосед был кроме тебя как ну все-таки надо было на финики у меня рим как бы тоже не мой сосед особо мне пришлось к нему туда лезть подниматься ставить города ставить аэропорты чтобы на него нападать ну надо было то есть если ты не улетаешь значит ты нападаешь на того кто улетает вот такая логика ну я понял да я ошибок много сделал все спасибо за игру пока люкс с победой спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 а а а а а а а и